Праздник Клянусь при осуществлении Полномочий президента Российской Федерации Уважать и охранять Права и свободы Человека и гражданина Знаете, что находится за моей спиной? Когда-то это был один из мощнейших Оборонных заводов страны НПО Автоматика, так он называется Основан в 1941 году И здесь всю жизнь производились Мозги для континентальных баллистических ракет О которых так любит говорить Нынешний президент нашей страны Сегодня часть зданий Завода заброшены или рассыпаются Другая сдана в аренду Коммерческим структурам Ну а в главном здании Вот здесь вот было заводовое управление Расположился какой-то Непонятный коммерческий университет Перед, сами видите, автостоянка Что с заводом? За что воевал мой дед? Привет Впереди день победы И в связи с этим у меня есть вопросы Почему некоторые граждане России Чтобы собрать ребенка в школу Вынуждены брать кредит? Почему во многих городах Пенсионеры вынуждены искать еду на помойках? Где наша доля От использования природных богатств России? Как это обещала нам Единая Россия В своем манифесте От 2002 года За что воевали оба моих деда? Нет, вам государство вообще В принципе ничего не должно А вам должны ваши родители Ну, потому что они вас родили Государство их не просило вас рожать Всем привет В преддверии надвигающегося праздника 9 мая 74-й годовщины Великой Победы У меня, как и у многих, возникли вопросы Во-первых Почему наши ветераны Великой Отечественной Войны Победившие немцев Живут хуже проигравших ветеранов Германии Во-вторых Почему не все ветераны Великой Отечественной Войны Получили жилья к 2019 году В-третьих Почему пенсии ветеранов Войны в Германии Составляют 2000 евро А наших ветеранов Великой Отечественной Войны 30 тысяч рублей Так за что и воевал мой дед? Просто денег нет Значит, будем Найдем деньги Найдем деньги Сделаем это Вы держите здесь Вам всего доброго Хорошего настроения И здоровья К 74-х летию Победы Великой Отечественной Войне У меня три вопроса Первый Почему я до сих пор не могу узнать Где и когда погиб мой дед Куприн Алексей Григорьевич Второй вопрос Почему сын фрица Шрёдера Герхард Шрёдер Находится в совете директоров российской компании Роснефть И получает деньги за нашу нефть Третий вопрос Почему национальное достояние Компания Газпром Строит трубопроводы в Германии Вместо того, чтобы обеспечить газом Всех наших жителей России Привет Мы находимся в самом ухоженном месте моего района Около стелы Посвященной Великой Отечественной Войне И здесь везде есть пандусы Для инвалидов Всякие штуки Чтобы инвалид на коляске Мог спокойно приехать И полюбоваться на памятник Но у меня возник вопрос Где остальные все пандусы Почему они только у этого памятника Как вы себе представляете жизнь инвалидов? Второй вопрос у меня такой За то ли воевали советские граждане Чтобы в современной России количество больниц Практически достигло дореволюционного уровня А еще многие из нас клеят на свои хорошие немецкие тачки Наклейку спасибо деду за победу Неужели деды воевали вот за это? Что вы смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия В идеологии фашизма Любое проявление свободы слова А также инакомыслия Жестоко подавляется Говорят, наши деды и прадеды Победили фашизм Так где же тогда Свобода мирных собраний Которые не будут разгоняться дубинками А также свобода высказываний После которых к тебе не придут с обысками Они воевали не за то, чтобы в нашей стране развивался фашизм Но хуже уже не будет И пац, 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 пац Но, как иначе? Хайло, апрегэнс и хайзеникич Наступило время интереснейших вопросов И первый Мой дед знал, что он будет воевать Чтобы его дети и внуки спонсировали русскую православную церковь с налогов Или, может быть, за дорогостоящее перемещение патриарха Кирилла В золотом вагоне Най-най-най-най А, нет Наверное, мой дед воевал для того, чтобы в школах преподавали Черчение А не основы православных культур Я однический немец Для меня война стала настоящей трагедией Моих предков сослали из Саратовской области в Казахстан Где они были трудоармейцами и трудились в трудовых лагерях А предки со стороны мамы гибли в военном конфликте, в военных сражениях Так за что сражались наши предки За вот эти разрушенные заводы За этих людей, которые ездят на машинах с надписями Можем повторить Есть хороший вопрос За что же воевал мой дед За свободу и мир во всем мире За спокойную жизнь, за прогресс Ты прости нас, мой дед Что страну не спасли мы Потерялись заводы, поля Все теперь олигархов земля Но даю тебе слово Мы вернем все назад А пока ты подумай над вопросом простым Так за что воевали и мой, и твой дед За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира Абсолютно реальная задача Причем это должен быть не сырьевой А качественно иной рост Построенный на инвестициях Передовых технологиях На повышении эффективности На создание современной индустрии Как говорится, страна живет Когда работают заводы Мы одинаково понимаем То, какой не должна быть наша страна Она не должна быть слабой, бедной Неэффективной Расползающейся на части Она не должна страдать от технологической отсталости От произвола чиновников От коррупции, от терроризма Она не должна быть в изоляции Мой дед был комиссован после тяжелого ранения в 1942 году И вот еще будучи мальчишкой Я задал ему вопрос Деда, а зачем ты воевал? Он ответил Чтобы ты рос счастливым и свободным Чтобы ты не знал горя Детские воспоминания Они самые яркие Хотя тот разговор состоялся Более 50 лет назад Я помню его до сих пор И вот спустя полвека Я был вынужден бежать из страны Потому что в современной России Нельзя говорить правду И приходится либо уезжать Либо садиться в тюрьму Уже 30 лет, как на свете Нет моего деда Но вот сейчас, вспоминая тот разговор Я задаю вопрос За что же воевал мой дед? Неужели за то, чтобы честным людям в этой стране Не оставалось места? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!